Марта Скалон Марта Скалон Марта Скалон Да, себе, наверное, в начале в научной сфере. Моей областью научных интересов являются покрытия. Я бы сегодня хотела вам вообще про них рассказать, чтобы вас это немножечко приблизило к науке, показать, что наука ближе, чем нам кажется, да, ну и в том числе на примере роботов. И мы сегодня с вами посмотрим вместе, можно ли вообще сделать костюм Железного Человека в реальности. Ну и также сферой моих интересов является вообще материаловедение в широком смысле слова, так как я работаю в Нитуми СИС, институте, который занимается в основном металловедческими задачами, да, и мы заинтересованы в том, чтобы создавать новые материалы, использовать различные новые технологии, такие как 3D-печать, с которой, я думаю, что вы все уже немножечко знакомы, ну, по крайней мере, слышали о ней. Ну, вот как-то так. Я так же, как и вы, по утрам чищу зубы, пью кофе, все то же самое. А как вы к этому пришли? Каков был ваш путь? Вы поступили в университет, и вот вы все так вот плавно изучали это, или ваша жизнь резко повернулась, и вы решили изучать роботов и делать гибридов? Как это произошло? Это произошло, ну, наверное, закономерно. Я пошла учиться в институт, в институте была научная работа. Мне очень повезло, потому что меня жизнь свела с замечательным научным руководителем, вместе с которым мы прям пробовали делать что-то новое. И это был очень интересный опыт, когда ты приходишь на кафедру, и ты не знаешь, что у тебя получится. То есть ты пытаешься что-то как-то сделать, и никогда не знаешь, какой будет результат. Это так интересно увидеть тот результат, который ты получишь в конце, и когда ты видишь этот результат, ты понимаешь, что никто в мире больше такое не получал. Ты сейчас первый человек в мире, который вот конкретно из этих условий получил такой результат. Это, конечно, очень сильно меня вдохновляло. И, ну, наверное, это была основной причиной, почему я продолжила заниматься наукой. Ну и дальше меня уже затянуло, потому что, ну, это правда интересно, когда ты понимаешь, что твои научные результаты, они применимы, их можно использовать. Какие-то из наших покрытий улетели в космос, какие-то стоят на приборах медицинского назначения в больницах. Ну, это действительно приятно, когда ты видишь результат своей работы. Я знаю, что у вас есть презентация нам показать, да? Да, давайте я вначале расскажу вообще про немножечко про то, можно ли сделать железного человека. Может быть, это вас немножечко так, ну, не успокоит, но как-то возникнет у вас больше вопросов и больше интереса. Я тогда передаю вам слово, плавно удаляюсь ко всем. Ну, и еще раз, меня зовут Даша, и я люблю Тони Старка. И, ну, у меня есть к вам вопрос, вообще есть еще фанаты комиксов Марвел в этом зале? Есть, отлично. Ну, и для тех пару человек, которые руки не подняли, я все-таки расскажу, кто такой Тони Старк. Это герой комиксов, обычный человек, который сделал себе такой суперкостюм, благодаря которому он умеет летать, становится просто непобедимым, спасает вселенную, ну, и вообще он мега крутой с этим костюмом. Я подумала, ну, а можно ли вообще такой костюм сделать в реальной жизни? То есть все-таки это было все в комиксах. Ну, и так как я материаловед, я начала с подбора материала. Ну, и у меня к вам вопрос. Как вы думаете, из чего сделан железный человек? Так, вы читаете комиксы. Так, а еще есть варианты? Ну, то есть мысль о том, что железный человек сделан из железа, никому не приходит в голову, да? Да, действительно так, потому что, ну, железный человек не мог бы быть сделан из стали, из железа. То есть очевидно, что это какой-то маркетинговый ход и красивое название. И действительно в комиксах указано, я читала форумы фанатов, в комиксах указано, что это титановый сплав, легированный золотом. Так что вы не подняли руку, но как это в курсе Марвела. Ну, и отлично, как бы титановые сплавы существуют, они есть, мы все используем в мире, да, в жизни. Наверное, ну, то, что уже существует, не очень подходит для костюма железного человека. Я задумалась, а можно ли как-то, может быть, улучшить свойства этого сплава. Ну, и если мы говорим про комиксы, то в случае с комиксами мне это представляется как-то так, что железный человек в костюме влистает в ванну с раствором, там проходит электрический ток, и он такой вылетает в костюме с покрытием. На удивление, но это не так далеко от реальности, существует метод анодирования, который заключается в том, что образец опускают в электролит, ну, в данном случае это ложка, пропускают ток, и в результате на поверхности образца образуется покрытие. Ну, к анодируемому мы с вами еще вернемся. Скажите мне, пожалуйста, вы знаете, почему айфоны розовые? Нет? Айфоны, это как раз-таки алюминиевый корпус, который покрыт тем самым анодированием. То есть на тех старых розовых айфонах анодирование, которое получено вот таким вот способом. Так что вы все с ним прекрасно знакомы и в жизни очень часто его встречаете. Ну, и если говорить про анодирование, вообще этот метод впервые был открыт в 1878 году, и прошло практически 50 лет до того момента, как эта такая научная основа превратилась в какое-то промышленное применение. То есть нам понадобилось 50 лет. Ну, и как вы думаете, если мы говорим о промышленности, анодирование, где бы его впервые могли использовать? Какая область? Есть идеи? Ну, для чего, может быть? Нет, я имею в виду, какая область промышленности, то есть, не знаю, какие детали. Что это могло бы быть? Тяжелая промышленность, которая использовалась. Тяжелая промышленность, которая использовалась. Так, ну, второй ответ был прямо в точку. Потому что как раз-таки для самолетов, да, то есть первое применение анодирования – это детали самолетов. Более того, ну, такой, знаете, забавный факт, что в 1923 году в Америке впервые начали промышленно использовать анодирование, и в этом же году в России учредили аэрофлот. Так что мы, в принципе, близко идем. Ну, и мы все с вами прекрасно знакомы с анодированием на примере дисков колес. Ну, обычно это такие более брендовые автомобили. Ну, мне кажется, это как мечта каждого мужчины иметь диски анодированные. Ну, я вкратце вам расскажу, как вообще эти покрытия получаются. В данном случае у нас с вами алюминиевый материал, да, на его поверхности начинает нарастать покрытие. И покрытие состоит из двух слоев. Первый слой – это нижний, это барьерный слой, это порядка 10-30 нанометров. И пористый слой, который составляет примерно 5-25 микрометров, и он представляет собой ячейки. Соответственно, у нас с вами на поверхности образца начинают образовываться ячейки. Как только ячейки заполняют собой всю поверхность образца, покрытие может расти, ну, либо уменьшать пористость свою, да, либо увеличиваться. При этом интересный факт, что так как анодирование, как правило, проводят в кислотах, невозможно получить это покрытие бесконечной толщины. Его толщина очень конечна. Это связано с тем, что всегда есть такой определенный момент, когда скорость нарастания покрытия сравнивается со скоростью растворения. Ну, и, как правило, эта толщина является предельной, и уже дальше покрытие наращивать не получается. Ну, и если сверху посмотреть на такое покрытие, то оно очень похоже на пчелиные соты. Ну, и я решила вам рассказать, что, в принципе, сделать анодирование, что-то заанодировать, это ненамного сложнее, чем сварить борщ. Кто-нибудь умеет анодировать? Анодировать кто-нибудь умеет? Отлично, только я. Борщ кто-нибудь умеет варить? Ты поднимаешь руку, да? То есть единственный парень поднял руку. Отлично, тогда мы сейчас с тобой будем рассказывать про анодирование, а ты меня поправляй с борщом, если вдруг я где-то не права. Ну, и если мы с вами не умеем ни варить борщ, ни делать анодирование, первое, что нам с вами нужно, это кулинарная книга. Ну, либо советы бабушек. Нам нужно знать, как этот борщ сварить. В случае с анодированием то же самое. Нам нужен справочник. Ну, в данном случае это справочник Аверьянова, самый популярный. Интересно, что… Ну, то есть это старый справочник, и он сейчас так же работает. То есть супернового ничего нет. То есть вы можете взять вот этот древний справочник, взять там рецепт, такой же древний, как рецепт борща, и по нему все сделать. Ну, окей, следующее, что нам нужно. Если мы собрались варить борщ, у нас есть рецепт, нам нужны ингредиенты. В случае с борщом мы пошли на рынок, купили фрукты, овощи, все, что нам нужно. С анодированием то же самое. Идем в магазин, покупаем кислоту, которую будем использовать для анодирования. Ну, и следующий такой важный момент. Нам нужно знать, как этот борщ варить. Нам нужно знать, сколько по времени его варить, при какой температуре, там какой медленный огонь, большой огонь. С анодированием то же самое. Нам нужен технологический режим. Это плотность тока, напряжение и время. Ну, и зная все эти параметры, мы с вами легко сможем провести анодирование. Ну, в данном случае на слайде такой самый классический рецепт анодирования. Он есть как раз-таки в справочнике Аверьянова и в других справочниках. Соответственно, все, что вам нужно, взять этот рецепт. И можно прямо у себя на кухне сделать какое-то анодирование ложки или вилки алюминиевой, например. Все это очень просто. Вам нужен источник тока, вам нужен какой-то сосуд, например, стеклянная банка. Нужна ложка или вилка, на которую вы собрались делать покрытие. Ну, и какой-то катод. Ну, в данном случае можно взять, например, нержавеющую сталь. Такое самое простое. И прямо на кухне это можно сделать. То есть это довольно-таки простой метод. Ну, можно вот айфон заанодировать, если у кого-то есть старый. Ну, окей. Метод классный, но мы с вами, если вспомните, говорили про костюм железного человека. И, наверное, использовать такой простой метод для костюма железного человека, это как-то, ну, совсем просто. Поэтому у меня появилась мысль, может быть, что-то можешь с этим сделать. Ну, можно увеличить токи. То есть можно взять классический метод анодирования и очень сильно увеличить ток. В результате чего у нас получится плазма. Весь ток устремится в поры, произойдет пробой парогазовой фазы, в результате чего на поверхности образуется плазма. Метод, про который я вам сейчас хочу рассказать, называется микродуговое оксидирование или плазменно-электролитическое оксидирование, или плазменно-электролитическая обработка. У него много названий, но все это про одно и то же. И метод этот впервые был исследован Макнейлом и Грассом в Америке, это где-то 50-е, 60-е годы. Они занимались анодированием и в процессе заметили некое свечение образца. Ну, они решили, что это какое-то негативное явление, списали, что это как бы плохо, и на этом закончили его изучение. Чуть позже, где-то лет на 10, советский ученый Марков, проводя эксперименты по анодированию, также заметил свечение образца. Однако он продолжил изучение этого явления, и в результате теперь у нас есть такой прекрасный новый метод. Как Марков получил это покрытие, ну, книжка, конечно же, нигде не написана, но есть легенда, которая ходит у нас по кафедре из уст в уста, якобы от самого Маркова, и я хочу с вами ей поделиться. Так как Марков был фанатом своей работы, мы с вами уже знаем, что анодирование можно делать прямо на кухне, то в свободное от работы время он проводил дома такие эксперименты, продолжал что-то изучать. Вот однажды жена принесла ему стакан киселя, и вместо того, чтобы опустить образец в раствор, он якобы опустил образец в стакан с этим киселем, и в результате чего увидел некое свечение образца, ну и таким образом в дальнейшем он узнал, как и начал исследовать такой метод получения покрытий. Вот так он выглядит в реальности. Сейчас я вам попробую включить видео. Выключу, чтобы не мешал звук. Суть в чем, это образец, который находится внутри электролита, и на его поверхности загораются те самые разряды, про которые я вам говорила. Эти разряды представляют собой плазму. Откуда я знаю, что это плазма? По данным различных ученых, температура внутри разряда составляет от 5 до 25 тысяч кельвин. При такой температуре может существовать только плазма. Как же получается такое покрытие? Первый этап очень похож на анодирование. У нас с вами образуется довольно-таки пористая пленка. Далее же весь ток устремляется внутрь поры и пробивает парогазовую фазу внутри поры, словно молнией. То есть это похоже на молнию в небе, которую мы с вами видим во время дождя. Что происходит дальше? У нас с вами в поре находится плазма. Плазма стремится вытечь наружу. С одной стороны поры ей мешает вытечь металл, а с другой стороны ей ничто не мешает, там холодный электролит, и она из поры устремляется вытечь наружу и встречается с холодным электролитом. В результате чего она затвердевает. Ну и так она выглядит. И у меня к вам такой вопрос на голосование. Как вы думаете, как ученые назвали застывшую плазму? Предлагаю поднять руки, кто считает, что это блинчики. Кто считает, что это грибочки? Друзья, вы не правы. Ученые назвали их блинчиками. Более того, это фотографии с микроскопа. Это поверхность сверху. В научных статьях Web of Science и Scopus указано, что это блинчики. Ну вот так выглядит это покрытие. Ну и окей, мы таким способом получили покрытие на нашем сплаве. Мы решили проверить, мы же все это делаем для костюма железного человека. Окей, давайте проверять его механические свойства. Мы взяли очень твердый шарик из корунда и большое количество раз потерли этим шариком о сплав и потом о покрытие. Сравнили, оказалось, что износостойкость с покрытием была увеличена в 6 раз. Ну вот таким образом блинчики могли бы помочь Тони Старку сделать его костюм более крутым. С другой стороны, увеличить что-то в 6 раз это как-то маловато для случая Тони Старка, железного человека. Поэтому мы пошли дальше. У нас появилась идея, что можно изменить соотношение тока в цепи, добавить сопротивление для того, чтобы получить относительно мягкую матрицу с более твердыми включениями и тогда увеличить общую износостойкость покрытия. В реальности мы пошли в магазин, купили три лампочки, вставили эти лампочки в схему определенным образом и увеличили износостойкость в 12 раз. То есть эта идея сработала, износостойкость была увеличена и покрытия стали 12 раз более износостойкими. Ну и это, конечно, все классно, но опять маловато в случае с Тони Старком. И тогда мы подумали, что может быть можно увеличить механические свойства не только за счет покрытия, но и использовать другой сплав. И мы пошли к своим коллегам на кафедру, пока мы там мешали свои электролиты, крутили лампочки, и они разрабатывали новый сплав интерметалит титана с различными лигирующими компонентами. Ну и мы взяли их новый сплав и на их сплав нанесли наше покрытие. В результате мы увеличили износостойкость в 53 раза по сравнению со сплавом. Ну и вот увеличить что-то в 50 раз это уже достойно Тони Старка, можно использовать для костюма Железного Человека. Но эти покрытия уже используются, то есть в данном случае часть деталей в костюме солдата будущего ратник покрыты именно таким способом. А, ну и кстати вопрос, если все так замечательно, как я рассказываю, идеально, как это покрытие уже можно делать, уже используется, почему еще нельзя пойти в магазин и купить костюм Железного Человека? Где подвох? Дорого. Да, безусловно, такие покрытия пока являются дорогими. Мы, безусловно, работаем над тем, чтобы делать их дешевле. Ну, безусловно, у нас есть еще одна задача, нам надо будет заставить этот костюм летать, но мы уже понимаем, что это тоже небольшая проблема. Ну и напоследок хочу вам сказать, что пока мы с вами смотрим фильмы про супергероев вселенную, очень даже защищают наши ученые. Спасибо за внимание. У меня сразу сходу вопрос. А все это можно повторить в домашних условиях? Анодирование? Да, конечно. Я же вам рассказала, как это сделать все на кухне. То есть вы просматриваете еще раз эту презентацию и у себя на кухне собираете маленькую установочку. Идете в магазин за кислотой, покупаете кислоту, рецепт у вас на слайде приведен, и все можно сделать дома. Друзья, вопросы? Как вы гарантируете равномерность укрепления в свойств материал? Я же не как речи, не как бы центраты образования и специализации плотного тела. У вас будет неравномерность укрепления в свойств материал? С одной стороны, да. С другой стороны, вопрос в том, насколько оно неравномерное. То есть если мы говорим о 5-10%, то это не так критично. Опять-таки, я бы посмотрела на этот вопрос немножко с другой стороны. Намного важнее будет, что будет в местах концентрации напряжения, то есть, например, на стыках. Другое. Смотрите, вот эти покрытия, у них довольно-таки хорошие механические свойства. Например, на разрыв мы не проверяли, потому что не было такой задачи. Как они себя поведут, точно сказать не могу. Чем выше твердость, тем, соответственно, выше хрупкость. Мы все это прекрасно знаем. В случае с первыми покрытиями, о которых я вам рассказывала, там, где мы в 6 раз увеличили износостойкость, безусловно, там эта проблема будет. Однако мы немножечко схитрили, и мы использовали второй вариант. То есть мы создали некую матрицу, она относительно мягкая, а вот внутри нее находится включение. Соответственно, вот эта относительно мягкая матрица позволяет нам удерживать свойства однородными. Я ответила на ваш вопрос. Давайте. Будьте добры. А если, допустим, колебания в случае резонанса вы проверяли в случае материала, они изменятся или нет? В случае резонанса нет, не проверяли. Окей, тогда у меня такое. Давайте сделаем дискуссию. Как вы думаете, для чего-то нам будет применимо это покрытие? То есть для чего нам нужен резонанс в данном случае? Резонанса с такой точки, что если низкую силу используют низкие частоты, то это в районе низких старинок и резонанс в материале. И насколько он будет поможет, что в моей первой войне нет, в районе успехов. Ваши мягканцы не идут с вашими железными материалами. Там есть какие-то более-менее какие-то части. Да, безусловно. Это не с этой тяжелой части. Они начинают, мы эвакуируем, например, если они не плотно хуже, они могут разойтись. Если мы крепаем ход, начинаем с нас, они просто ходят. Смотрите, тут еще есть такой момент, что однородность в целом покрытия, она обеспечивается за счет вот этой плазмы. Дело в том, что когда плазма остывает, ну то есть, что там происходит внутри плазмы, мы изучить, понятное дело, не можем. Это пока, ну так, для нас за гранью фантастики. Но тем не менее, когда оно застывает, то, что застыло внутри, оно примерно схоже по свойствам. Безусловно, мы не можем гарантировать, что свойства покрытия полученного, грубо говоря, в одной поре и другой поре будут одинаковыми абсолютно. Ну и мы это не исследовали, потому что для наших задач не было такой цели, в случае колебаний возможно. То есть для каких-то суперточных деталей, наверное, да, это нужно проверять и нужно смотреть. Потому что так сходу сказать очень тяжело. То есть надо проводить какие-то эксперименты с этим покрытием. Фантазировать можно бесконечно. Нет, просто там была одна великанца, которая с помощью полутима, тоже, чтобы это собранный склад, который породнял свой материал. Но у него возникли проблемы на простых, что из-за мерномерных свойств у нас тут расходило физический пронят на снял опуске во время сильных движений. И то же самое со скелетом инфекансов фактически возникает, поэтому они не полностью их пронируют, потому что у них возникает сильное движение или деграция, на которых они просто соединяются к пластинам. Ну вот смотрите, в том случае, если, например, мы делали схожие какие-то эксперименты, то есть мы брали, например, образцы какой-то ну такой сильно поломанной формы, назовем это так, и смотрели, что происходит там на стыках, да, там на изгибах, по свойствам, там по твердости, по износостойкости покрытия получались, ну по свойствам такие же. Другой вопрос, что будет с этим покрытием, безусловно, если там на этом стыке начать его разрывать. Действительно интересный вопрос, потому что мы это не исследовали. То есть скорее всего на стыке должно быть как-то хуже, потому что как правило, там где у нас есть скопление напряжений, там всегда есть какие-то большие проблемы. Ну то есть любители 5-го поколения используют по властям такие же, чтобы как они расширялись, они эти места полностью открывали. Даже в таких, наверное, это не какая-то интересная эффекта. Даже в таком случае. Ну, безусловно, да, то есть это та задача, которая, ну, пока она перед нами не стояла, если она появится, то безусловно, мы придумаем, как ее решить. Опять-таки в том же анодировании, например, для схожих вещей там используют, например, всякие противоэлектроды для того, чтобы, например, увести больше тока от какого-то конкретного места, например, сделать покрытие там на изломе чуть больше, а на ровной части чуть меньше. Ну, например, если это необходимо. Поэтому, ну, то есть это такой вопрос исследовательский. Я думаю, что это все можно как-то обойти. Ну, опять-таки, если будет задача. Дарья, вот вы рассказывали, что все началось с авиационной сферы деятельности. Про железного человека и кино я поняла. А в каких еще сферах деятельности применима ваша работа? Зачем вы сейчас работаете? Тоже вопрос. Ну, смотрите, вообще эти покрытия применимы практически во всех областях. Наверное, из самого такого интересного это в основном приборы медицинского назначения, то есть это какие-то особо точные детали, где нужны такие покрытия с высокой степенью износа. Как это? В этих покрытиях есть и минусы, так как они, например, слишком хороши для некоторых. То есть, например, в ряде автомобильной промышленности эти покрытия не хотят применять, ввиду того, что не нужно производителям, чтобы все не ломалось. Поэтому чаще мы используем эти покрытия для каких-то специальных деталей, то есть, в принципе, практически во всех областях промышленности. Но, как правило, это что-то такое более узкое. Опять-таки, это довольно-таки дорогой метод, поэтому это такие более детальные элементы. Как-то самолеты мы пока не покрываем. Давайте, да. спасибо за этот вопрос. Он отличный. Во-первых, говоря о том, что его не используют в автомобильной промышленности, я имею в виду, что его не используют прям, знаете, как повально. То есть, в каких-то деталях, безусловно, используют, но как это, всю машину не покрывают. Говоря про технологическую составляющую этого метода, в этом плане она, как раз-таки, очень удобна, потому что для общего понимания, что из себя представляет анодирование. То есть, одно дело, анодирование, про которое я вам рассказала, что его просто можно сделать. Когда мы говорим про промышленность, безусловно, там есть ряд таких усложнений. То есть, нам нужно подготовить детали вначале, нам нужна предварительная обработка, нам нужно нанести покрытие, нам нужно проверить качество. То есть, в промышленности анодирование обычно выглядит как большое количество ванн, в которые постепенно опускают образец, с ним что-то происходит, да, это кислоты. Что касается плазменно-электролитического оксидирования, то, во-первых, используются экологичные растворы. То есть, ну, как я вам показывала, в анодировании это кислоты, как это, кислоту ты, кислоту ты не выльешь в раковину. Те электролиты, которые используются для плазменно-электролитического оксидирования, они являются экологичными, безопасными, в этом плане они лучше. Что хуже, это то, что необходимо затрачивать больше электроэнергии. Ну, электроэнергия это деньги, соответственно, если мы говорим про экологичность, если мы говорим про смену производства, то в данном случае плазменно-электролитическая обработка, она, конечно, выигрывает. Но если мы говорим про стоимость, если мы говорим про электроэнергию, тут она сильно проигрывает. Поэтому, ну опять, тут такой включается, наверное, экономический момент, что выгоднее, вложить сейчас деньги, получать покрытие более хорошего качества или делать, как мы делали и как это зарабатывать, столько же, сколько мы зарабатывали. То есть в любом случае, если мы говорим о промышленности, то это некая смена производства, это некие материальные вложения. Поэтому я думаю, что это тоже влияет. А применяются ваши сплавы работы для роботов и гибридов? У нас тема робота и гибриды. Мне стало интересно, почему. Одним из примеров это костюм солдата будущего, наверное, это вот то, о чем можно говорить. Ну и можно с вами подискутировать, вообще железный человек, он кто он? Гибрид, наверное. А в чем разница, вот расскажите, пожалуйста, гибрида и робота? Ну, гибрид, я так понимаю, что это как-то что-то созданное, что-то человеческое, да, с некой либо мутацией, либо привнесенными свойствами. Робот же это что-то созданное изначально искусственно. Вот я лично для себя понимаю разницу между роботами и гибридами так. Если есть специалисты по гибридам, могу подискутировать. Ну и в данном случае интересно вообще, но это уже, наверное, такой не технический, а философский вопрос, да, что лучше иметь робота или, ну, для меня лично железный человек это гибрид, потому что это все-таки человек, который находится внутри некого скафандра, да, который он сам сделал, который позволяет ему там летать, спасать мир и так далее. Но тем не менее, да, его разум человеческий, не роботизированный. Поэтому это уже, наверное, такой философский вопрос, что из этого лучше. Ну, судя по комиксам, как это, неважно, как это же обычный ты человек в костюме или ты супергерой, по эффекту примерно одно и то же. А вот как это, искусственный интеллект или неискусственный, это уже как-то следующий философский вопрос. А среди ученых много фанатов комиксов? Вообще, мне кажется, не очень. А еще такой вопрос. Что лучше, киларские сплавы или ваших основных материалов? Какие сплавы еще раз? Килар, основные килара. То есть, там, используешь эти китры, там, киларские сплавы, но они типа тоже очень толще. Ну, смотрите, в случае, ну, как материаловед, я вам так скажу, нет материала лучше или хуже, смотря для чего. То есть, мы всегда смотрим на задачу, для чего нам нужен материал. Ну, например, да, у нас, мы с вами сейчас говорили про титановые сплавы, и титановые сплавы, очевидно, лучше, чем алюминиевые. Ну, мы сейчас с вами это обсудили, у них выше твердость, у них выше механические свойства, они легкие, однако, почему-то самолеты на 90% состоят из алюминия. Опять, да, вопрос? Вот, поэтому вопрос, для чего? Соответственно, для авиации алюминиевые сплавы намного лучше, и случай, когда там большая часть самолета состоит из алюминия, и где-то в специальных, ну, в деталях специального назначения мы используем титановый сплав, ну, это логично. То же самое, да, с тем вопросом, который вы задаете, какой сплав лучше, этот или этот? Не знаю, смотря для чего, потому что в каждом конкретном случае надо смотреть, то есть в каком-то случае нам важнее, например, легкость, и там нам не так важны мех, свойства, в каком-то случае нам важнее упругость, и тогда нам все равно, сколько все это весит. Поэтому, ну, вопрос для чего? Соответственно, но задача разработки новых сплавов, новых материалов, она всегда актуальна, потому что, ну, всегда есть какие-то области, да, куда этот сплав можно применить, то есть у нас, ну, как-то все состоит из материала в той или иной форме, поэтому материалы нам нужны, и сплавы нам нужны, и поэтому лучше или хуже? Смотрите, ну, во-первых, чтобы ответить на этот вопрос корректно, надо взять и сравнить, потому что фантазировать я могу долго, как это и рассказывать, все что угодно, но пока не будут проведены сравнительные эксперименты, да, сказать об этом корректно, ну, невозможно. Мы с такими сплавами не сравнивали, ну, не стояла задача. Кто из них будет лучше, не знаем. Опять-таки, да, в процессе экспериментов, то есть выявляются какие-то детали, да, там, например, там, что один сплав, там, он супертвердый, нам кажется, что это здорово, но потом выясняется, что он при этом же хрупкий, и, там, нам этот сплав не подходит, ну, и так далее. Поэтому, ну, я бы, конечно, сравнивала, то есть я бы сравнивала, и после этого делала какой-то вывод о том, кто что лучше. А не могли бы вы, Дарья, пофантазировать и сказать, какими бы свойствами обладали металлы, которые вы выбрали бы для своего костюма мечты, как супергероя, как гибрида? Ну, я бы, мне безумно нравится костюм железного человека, поэтому я бы, наверное, продолжила в той же области, и, на мой взгляд, как раз-таки, вот титановые сплавы, это моя любовь, и, мне кажется, из них можно... Ну, на мой взгляд, титан — это как раз-таки вот то соотношение механических свойств, которое такое оптимальное, если мы хотим создать что-то такое. дико классное. При этом, ну, безусловно, есть еще как-то много других сплавов. Вопрос в том, опять, да, для чего. В случае, если мы хотим обеспечить некую защиту, да, но в костюме железного человека это было такое, она вот там летает, и как-то он его защищает от всего. Поэтому мне кажется, что это оптимально. В случае, там, не знаю, если бы он не летал, например, то я бы, может быть, посмотрела в сторону Вольфрама, потому что это более твердый материал, и он такой, наверное, еще сильнее бы защищал железного человека. Ну, и если мы говорим вообще о будущем, то, наверное, я бы уже рассматривала, такой, знаете, как напечатать этот костюм на 3D-принтере для того, чтобы ты пришелся. Ну, как в моих мечтах как-то выглядели. Ты приходишь, тебя сняли мерки, напечатали под тебя костюм, как это добавили, какие-то там двигатели, еще что-то, чтобы он мог летать, и все, и ты выходишь из магазина через полчаса с костюмом железного человека. Но мне кажется, это будущее не так далеко. То есть, ну, другой вопрос, не очень понятно, как это у нас вроде, войны нету, зачем нам защищаться так сильно, но в целом, мне кажется, что это очень близко уже к реальности. Друзья, еще вопросы? Друзья, я бы сказала, что склад титана золота защищает обморожение. Реально или нет? Мне кажется, он не верен. Ну, смотрите, вот то, что в комиксах написано, это вообще... Не знаю, я читала в форум фанатов, они говорят, что в комиксах написано. Ну, смотрите, во-первых, легирование золотом, вообще очень странная история, про то, что кто-то когда-то в реальности титан легирует золотом, я не слышала. Ну, это такая очень узкая зона. Поэтому от обморожения... Ну, не знаю. Тут, знаете, такой момент, что, наверное, эффективнее тут использовать не сплав, да, когда мы говорим про... То есть тут креогенные какие-то сплавы. Если мы говорим про креогенные сплавы, то это уже совсем другая область. Не уверена, что именно золото хороший легирующий элемент. То есть на самом деле... Ну, если мы говорим про креогенные температуры, то тогда, наверное, уже не титан, а может быть даже какие-то креогенные стали. То есть, наверное, этот материал будет более востребован. Друзья, будут еще вопросы? Нет? Тогда мы, наверное, поблагодарим Дарью. Дарья, спасибо большое, что уделили время, что пришли. Было очень познавательно, интересно мне, во всяком случае. Я вообще половину не поняла. Ну, реально, спасибо вам большое. Пожалуйста, оставайтесь, приходите на наши другие дискуссии. Надеюсь, друзья, вы тоже останетесь. У нас еще очень много всего интересного. Дарья, спасибо вам еще раз. Давайте поаплодируем, поблагодарим. Спасибо вам большое. Очень приятно было с вами пообщаться на тему роботов и гибридов, но в данном случае мы с вами научились делать анодирование практически на кухне, и теперь верим, что можно сделать костюм железного человека своими руками практически. Спасибо.